Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Поздравляю всех 71 годовщиной победы в Великой Отечественной войне. И моя сегодняшняя подборка как раз приурочена к этому великому празднику. В нее вошли наиболее массовые, распространенные и известные всем с детства виды советского оружия, которые широко использовались на полях сражений и привели нашу армию к победе. Именно этим оружием наши деды били фашиста. Трехлинейка Мосина – магазинная винтовка, принятая на вооружение еще русской императорской армии России в 1891 году. Полное название – 7,62 мм трехлинейная винтовка образца 1891 года. Солдаты называли ее просто трехлинейка или Мосинка. По праву считается одним из самых знаменитых образцов русского стрелкового оружия. Приняв участие в русско-японской и Первой мировой войнах, она впоследствии верой и правдой служила красноармейцам в тяжелые времена Великой Отечественной. Созданная еще до начала 20-го столетия русским конструктором Сергеем Ивановичем Мосиным трехлинейка в течение многих десятилетий оставалась надежным и современным оружием, была первым отечественным образцом из всех ружейных систем, поступавших когда-либо на вооружение армии. За всю историю было выпущено около 37 миллионов единиц этой винтовки. ППШ – советский пистолет-пулемет, разработанный в 1940 году конструктором Георгием Семеновичем Шпагиным под патрон 7,62 мм и принятый на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. ППШ представлял собой простое и дешевое в производстве оружие военного времени и выпускался в значительных количествах. Себестоимость ППШ в 1941 году на самом раннем этапе его освоения в производстве составляла 500 рублей, но по мере развертывания все более массового производства и внесения изменений в конструкцию себестоимость ППШ снижалась. Так, к 1943 году она составляла уже 142 рубля. В результате за годы войны было выпущено около 6 миллионов экземпляров этого пистолета-пулемета. Противотанковое ружье – огнестрельное ручное оружие, характеризующееся большой дульной энергией пули и предназначенное для поражения бронетехники противника. В годы Великой Отечественной на вооружении Красной Армии стояли ПТРД и ПТРС, соответственно, противотанковое ружье Дегтярева и Симонова. Оба предназначались для борьбы со средними и легкими танками и бронемашинами на расстоянии до 500 метров. 16 ноября 1941 года в районе деревни Ширяево под Москвой принял неравный бой с немецкими танками 1075-й стрелковый полк. Из противотанковых средств на вооружение пехотинцев имелось всего 11 противотанковых ружей. В первом же бою только огнем своих ПТР бронебойщики уничтожили 10 танков и несколько бронемашин врага, а в боях на Курской дуге бронебойщик Денисов сбил из ПТР два вражеских бомбардировщика. 45-ка. Советское полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 мм. Орудие использовалось на первом этапе Великой Отечественной войны, но в связи с недостатком бронепробиваемости было заменено в 1942 году на более мощную пушку М42 того же калибра. Тем не менее, в руках опытных и тактически умелых командиров это орудие представляло серьезную угрозу для вражеской бронетехники. Положительными его качествами были высокая мобильность, малый вес и легкость маскировки. 45-мм пушки образца 1937 года использовались даже партизанскими отрядами. С 1937-го по 1943 годы промышленность СССР изготовила более 37 тысяч таких орудий. ЗИС-3. 76-мм дивизионная пушка образца 1942 года. Советская дивизионная и противотанковая пушка конструкции Василия Гавриловича Грабина. ЗИС-3 стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны. Благодаря его выдающимся боевым, эксплуатационным и технологическим качествам специалисты признают это орудие одним из лучших орудий Второй мировой войны. Всего их было выпущено более 48 тысяч штук. Интересно, что в немецких войсках советские дивизионки называли «Раджбум». Звук пролетающего со сверхзвуковой скоростью снаряда был слышен чуть раньше, чем долетал звук выстрела. В 1943 году данное орудие стало основным в дивизионной пушечной артиллерии. В Курской битве ЗИС-3, наряду с 45-мм противотанковыми пушками и 122-мм гаубицами М-30, составлял основу советской артиллерии. П-2. Советский пикирующий бомбардировщик времен Второй мировой войны. Самый массовый пикирующий бомбардировщик производства СССР. П-2 начал поступать в военные части в 1941 году. Активно применялся в частях фронтовой и морской авиации с первых дней Великой Отечественной войны и до ее конца. Боевое применение этого бомбардировщика было достаточно успешным по меркам того времени. Большая скорость позволяла П-2 активно действовать в дневное время суток. Были, конечно же, у этого самолета и недостатки, но в целом П-2 внес огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. На П-2 летают герои советского художественного фильма Наума Бирмана по одноименной повести Владимира Кунина о буднях фронтовой авиации в годы Великой Отечественной войны, хроника пикирующего бомбардировщика. Ил-2 Советский штурмовик времен Великой Отечественной войны, созданный в ОКБ-240 под руководством Сергея Владимировича Ильюшина. Ил-2 принимал участие в боях на всех театрах военных действий Великой Отечественной войны, а также в Советско-Японской войне. Использовался для атаки с малых высот или бреющего полета, а также ведения воздушного боя с противником. Выпускался в одноместном или двухместном вариантах с летчиком и воздушным стрелком. Конструкторы называли разработанный ими самолет летающим танком. Также существует утверждение, что солдаты вермахта называли его чумой от немецкого Шварцера Тодд, дословно «Черная смерть». Это самый массовый самолет в истории, всего их было выпущено более 36 тысяч штук. Интересный факт, иногда советские летчики для атаки немецких бомбардировщиков «Юнкерс-87», пользуясь внешним сходством машин, применяли тактический прием «обудь лапти», то есть выпустить шасси и пристроиться к строю немецких самолетов. БМ-13. Советская боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной войны, наиболее массовая и знаменитая советская боевая машина этого класса, наиболее широко известна под народным прозвищем «Катюша». Солдаты Третьего рейха называли ее «орган Сталина» из-за звука, издаваемого оперением ракет. Реактивный снаряд РС-132 калибр 132 мм и пусковая установка на базе грузового автомобиля ЗИС-6, представляющий собой БМ-13, были приняты на вооружение 21 июня 1941 года. Всего советская промышленность за годы войны произвела более 10 тысяч боевых машин реактивной артиллерии. Первое боевое применение «Катюш» состоялось 14 июля 1941 года под Оршей, где первые залпы произвела первая отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии Красной армии под командованием капитана Флёрова. Фашисты были буквально ошеломлены этим огневым смерчем из непонятного для них оружия и в панике стали спасаться бегством. Су-76 – советская самоходная артиллерийская установка, применявшаяся в Великой Отечественной войне. Самоходка выполнена на базе легких танков Т-60 и Т-70. Предназначалась для огневой поддержки пехоты в роли легкого штурмового орудия и противотанковой САУ. Вооружение позволяло бороться с легкими и средними танками. В этом качестве она заменила легкие танки непосредственной поддержке пехоты. И несмотря на то, что ее оценка в частях была очень противоречивой, Су-76 все же была по-настоящему востребованной боевой единицей. Это самый легкий и самый массовый тип САУ из выпущенных в СССР в годы Великой Отечественной войны. Всего было выпущено более 14 тысяч машин. Т-34 – легендарная Тридцатьчетверка. Советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускавшийся серийно с 1940 года. Являлся основным танком Красной армии до первой половины 1944 года, до поступления войска его модификации Т-34-85. Разработанный конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода номер 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина, Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Т-34 был признан многими специалистами и военными экспертами одним из лучших танков Второй мировой войны. При его создании советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими, баллистическими, эксплуатационными, ходовыми и технологическими характеристиками. Это самый массовый танк Второй мировой войны. За все время производства их было выпущено более 84 тысяч штук. Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны. До настоящего времени сохранилось большое количество этих танков различных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов. Ну и на этом у меня все. Если вам понравилось видео, не забывайте поставить лайк или поделиться им с друзьями.